Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Если немощь не дымагаешь, наоборот, борись с этим, а не ложись. Особенно лежать вредно. Особенно. Потому что кровь в голове идет, и дальше у тебя помытнение наступает. Одна черная лента потянется. Почему я говорю? В одной лжине раскаялся, целая цепь тянется за другой. Там обнаружили другой и другой дьявол. Надо бояться, как огня. И все время проверь меня, Господи, в него ложь ли я уверовал. 1 Тимофея 2.1.2 Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Мы идем в 89 номер, насчитываем Новый Завет с комментариями, считает Никита Колесников. Вот безмятежный, что означает? Безмятежный, это такой беспечный, лежит на печке. Емеля поехал. Нет. Мятежей, чтобы не было. Революция. Мятежом называется революция. Чтобы Майдана этого не было. Дальше. Толкование. Прежде всего, то есть при ежедневном богослужении. Священник, как общий отец целой вселенной, заботится о всех, подобно тому, как Бог на службу, которому он посвящается, печется о всех. Обрати внимание на широко простирающуюся благодать. Иудейские молитвы не таковы. Не сказал тотчас же за царей, чтобы не показаться листецом. Но прежде говорит за всех человеком. И потом уже прибавляет за царей. Почему говорит не так, как у иудеев? А там нету шульха на рух. Язычники гои. Они не достойны того и того. У нас другая молитва. За всех царей. Мы каждый день просим мира Израилю. Израилю. Израиль. Шалом. За царей. Хотя бы цари были и неверные. Это шма Израиль. Слушай, Израиль. За них должно молиться, потому что тогда они все были таковы. Из того, что мы молимся за всех, двоякое благо проистекает. С одной стороны, через это разрушается ненависть, которую мы питаем к некоторым людям. Потому что никто не может питать враждебных чувств к тому, о ком моление творит. С другой стороны, и они становятся лучше, потому что при содействии молитвы прекращают свою злобу и ожесточение против вас, нас. Ибо для тех, которые преследовали и убивали, имеет великое значение, когда они слышат, что мучимые ими молятся за них. Молитвы, прошения, моления, как слова однозначащие, собранные апостолом для возбуждения молитвенной энергии. И для выражения, настаивания через эти речения на одном. Требовании неотложно поступать так, как он заповедует. И главное, молитвенная энергия. Это уже прямо к Григорию Паламе идет. Энергия, ну как аура какая-то. Это очень редкая молитвенная энергия. Надо запомнить, что сгодится. Впрочем, некоторые полюбопытствовали отыскать и различия в этих речениях, утверждая, что молитва означает прошение об избавлении от скорбного. Моление означает испрашивание благ. Прошение в опыль с жалобой на нечестивых, обидчиков и неисправимых. Тут другое еще есть. Молитва это краткая молитва. Моление это моление церковное, которое длительное. Вот еще что. Смотри, как мы побуждаемся благодарить и за те блага, которые посылаются другим. Например, за то, что он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Матфей 5, 45. И всем подает свои блага в изобилии, как неверным, так и богохульникам. Через это теснейшим образом мы соединяемся в братской любви. Ибо кто благодарит Бога за благо его ближнему, тот обязан и любить его. Тем более, следовательно, мы должны благодарить за благо, неиспосланные нам самим. Так как вероятным было то, что душа христианина смущалась тем, что во время совершения таинств повелевалось молиться за неверных царей. То апостол предлагает и выгоду, чтобы хотя бы таким образом склонить к принятию увещания. Их спасение, говорит, приносит для нас успокоение. Они ведут войну, чтобы мы были в безопасности. Итак, будет ли с чем сообразно, если они из-за нашей безопасности подвергаются опасностям? А мы не хотим открыть их губ, помолиться на них. Во всяком благочестии и чистоте эти слова прибавил апостол, потому что для многих жизнь мирная, невозмущаемая бранями, служит поводом к одним утехам и взаимным неудовольствиям, от которых рождаются и неправые догматы. «Дабы проводить нам жизнь, говорить не в утехах и взаимных оскорблениях, но во всяком благочестии, во всяком не только в вере и чистейшем, свободном от всяких ересей, но и в жизни по вере, ибо есть нечестие и жизнью являемое, о коем говорится, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются» – титул 1.16. «Равным образом, дабы проводить жизнь во всякой чистоте, означает жить не только в воздержании от дел плотской похоти, но и во всякой добродетели». Итак, нам, когда наслаждаемся внешним миром, должно иметь мир в душе, живя в благочестии и чистоте, ибо в таком случае и будем мы жить жизнью воистину мирной и безмятежной. Есть три рода брани, возмущающих мир. Со стороны варваров, со стороны наветников, с нами живущих в одном месте, и со стороны страстей, внутри восстающих на нас. Так, брани три, возмущающих, которые мир в душе возмущает, которые со стороны варваров нападают на нас, и мира вообще нет в войне. Со стороны клеветников, наветников, которые живут с нами в одном месте, и со стороны страстей, которые внутри. Это так три мира есть. Мир какой? Мир надо восстановить с Богом. Мир с ближним и мир с самим собою. Вот интересно как. И тут тоже. Стань крестись, и омой грехи твои. Три везде. Покайтесь. Докрестится каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов. И третье. Получить дар Святого Духа. Везде. Три молитвы. Вида молитвы. Три вида благодати. Почему? Три вида молитвы. Это какое? Прошение. Я прошу. Дай, дай. Там все молятся. Бог слышит всех. Второе. Благодарение. И третье. Словословие. А благодать? Ну, первое. Какая? Призывающая, обращающая, освящающая. Я не хочу. Я хочу четыре. Ну, что ты себе говорит-то? Брань варварскую прекращает бодрость и мужество царей, которым и мы должны усмирять ту, которая идет от ненавидящих нас кроткой уступчивостью и молитвами, как дал пример пророк Давид, говоря, с ненавидящими мир я был мирен. И они враждуют на меня, а я молюсь. Псалом сто восемь четыре. А ту, которая восстает внутри нас самих, всеми оружиями правды. Вот. Внутри которой только оружие правды, не ложь. Ты ложь допустил и думаешь, что это правда. Простарайся узнать со всех сторон. Тебе это говорят. Указывает на миллиарды людей, на будущее. И ты не принимаешь. Это явно дело заблокирована душа. Не проникает. Ну, два раза сказал, больше не надо. А обреченный. Первое. Тимофея 2.3 Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. Толкование. На что указывает слово это? На то, что молиться должно за всех, как за неверных, так и за еретиков. Это и по природе хорошо, потому что все мы одной и той же природы, да и Богу угодно. Я проповедую около Кремля, там какой-то храм есть. Вышел из храма и стал говорить. В советское время. Вокруг, прям на площади сразу народом. А народ из храма уходит. Одна женщина стояла рядом. Священника не было. Подошла ко мне. У меня открытая с собой, кажется, Библия была. Она мне деньги туда заложила. Ну, небольшие. Помолитесь о том, чтобы Хрущев сдох. Правитель. Я об этом не могу молиться. Я могу молиться о том, чтобы он обратился, покаялся. Притом, при всем народе она положила деньги об одном молиться. 1 Тимофей 2.4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Толкование. Если он хочет, чтобы все люди спаслись, желай и ты, и подражай Богу. И если желаешь этого, то молись. Но если он сам хочет, то какая спросишь нужда в молитве с моей стороны? Это приносит им много пользы, ибо располагает их к любви. Тебя не допускает до ожесточения, и их, очень вероятно, снова привлечет к вере. Знаешь, в житиях святых это неоднократно было такое. Болеет, не знает, что проказа, разъедает, и с затылка смотреть, и язык видно было. Дыра. Дыра. А спрашивается, за что? И только пришел, допустим, там, Сесой Великий, и он сказал, это вот за это тебе. Ты лжи верил. Верил лжи. И поэтому все у тебя пропало. А как? А где он верил лжи? А на человека наклеветали где-то, а он его отлучал. И больше священником не было, чтобы ушел. Он все сделал так, все заросло и пошел. Жития святых на любой случай жизни ты можешь найти пример. Вот он образовал монастырь. Ну, кажется, хорошо, хорошо. А дальше что? А дальше внутри возникли неурядицы. И сколько человек? 70 монахов поднялись против. Он идет, опять лицемер идет. Они ламы взяли в руки, там, кирки, чтобы убить его. И пошли его искать в тумане, заблудились. И тогда мы отделяемся отдельно, всех, кто образовали отдельно. Остали, ничего уже нету нигде. А он узнал о них, целый обоз посылает. Лицемер, добром хочет нас. И когда пришли к Иоанну Златоусту, уберите его. А рядом стоит Прокол. Это его секретарь, Иоанна Златоуста. И вот этот, Иоанн Златоуст пытается их. Он тогда, Иоанн Златоуст говорит, скажите, а кто образовал вот эту общину? Ну, кто монастырь образовал? Ну, Савва. Значит, у него хватило ума и разума вас собрать? Да, хватит и руководить. Идите бы отсюда. А этот Прокол говорит, Владыка, что разговариваешь, ты жезлом их? Так они и на Прокола восстали. А Прокол потом будет патриархом за Златоустом. Прогони их, больше ничего нельзя сделать. Нельзя сделать. И они покаялись. Нет, не покаялись. И все рухнули, ни одного нету. Все сгинули. Знаешь, что спасение от веры и достигли познания истины, то есть веры в Него, ибо это единственная истина. 1 Тимофей 2,5 Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос. Толкование. Вот это баптисты часто говорят. Один посредник, один. А вы тут разное Богородице и прочее. Я говорю, а вы делаете посредник между Богом и человеками? А можно сказать между человеками и Богом? А какая разница? О-о-о-о! Да еще какая разница? Между Богом и человеком один, а между человеками и Богом тысячи. Как? Со стороны людей. А это со стороны Бога. Вот и вся разница. Подписывают безоговорочный рактор капитуляции между Германией и Советским Союзом. Кто? Кейтель. А тут и Жуков и все. А со стороны Советского Союза и там Илья Иренбург и кого только не было. А там только один. Больше никого не было. Вот это большая разница. Со стороны какое слово стоит? И когда говоришь какая разница? Ну, какая разница? Кто-то знает, а кто-то дразнится. Да. Толкование. Сказав, Бог хочет, чтобы все спаслись, Он подтверждает, говоря, что именно для этого Он и послал посредникам Сына Своего, чтобы Он примирил Его с людьми. Итак, почему же не все спасены? Потому что не хотят. Вот и все. Почему вы не понимаете речи Мои? Потому что не хотите, слушай, не хотите, это твое хотение внутри. Доказательств, которые я даю, больше нету в мире. Нету. Все собрано. Недостаточно, чтобы все отойди. Он обречен. Почему? Не прописано небе. И все остальное, это катавасия закончится очень быстро. Потому что не хотят. Сказал же, един Бог, Он говорит это для противопоставления не Сыну, а идолам, что Сын есть Бог, это ясно из того, что Он посредник, так как посредник должен приобщаться обеим сторонам, по отношению к которым Он есть посредник. Итак, поскольку Сын посредник между Богом и людьми, то Он принадлежит той и другой стороне. Есть Бог и человек, один в двух естествах. Не только Бог, потому что Его не приняли бы те, за которых Он должен быть посредником. И не только человек, потому что Ему надлежало беседовать с Богом. Не сказал же явно о божественности Христа потому, что тогда господствовало многобожие. Чтобы не подумали, что и Он вводит многих богов, даже когда говорится един и един. Не должно соединять эти слова и говорить два, но один и один. Такова осмотрительность в Писании. Поэтому Он не упоминал даже о духе, чтобы не показаться многобожником. Вот как бояться, чтобы не дать не сказанным. Все на этом. А как проверить? Никак. Это область, которую нельзя проверить. А когда исследуют где-то что-то на земле, это можно проверить как приборами, опытом, сравнениями. А божественно никак нельзя. Оно уже утверждено и поэтому всему верит божественному. А не тому, что любовь всему верит, что кто будет говорить. Столы наполнены отвратительной блевотиной. Пророк говорит, за что? Вот кто-то изрыгнул неизвестно кто, а один дядька стоит и сказал, против всего. И что-то он сделал. Пользы какая нет, смута, мятеж. А душа твоя, почему к нему? Сродство. Сродство во лжи. Поэтому лжеца ты легко принимаешь, а остальных нет. Вот как. Поэтому бойся этого. Ты христианин, прилагайся к тому, что Божье. 1 Тимофея 2,6 Предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Толкование. Из-за язычников. Подлинно он умер за всех. Уже ли же ты не согласишься молиться за них? Обрати внимание на выражение «предавший себя». Это против Ариан, которые говорили, что он предан был против воли. Что значит искупление? Тварь должна была погибнуть, но за нее он предал себя. Интересно. Предавший себя, обратил выражение «это против Ариан. Дарьян-то еще не было. А он сразу прилепил к нему все. Это против Ариан. И поэтому мы смело берем священное писание. Почему вы не понимаете речи моей? Почему не приняли его? Потому что ложь. Возлюбили ложь. Возлюбили тьму, говорит, и тьма объяла их. То человек во тьме. А может он доказать, определить? Никак. А что такое тьма? Отсутствие света. А что такое ложь? Отсутствие правды. Отсутствие. Ложь-то на что-то, а если ничего нет, то и нет. Толкование на чем-то висит. Я, говорит, толкование только не могу принять. Я говорю, толкование-то на что-то. Сначала то дай, на что толковать-то будешь. Через свидетельство сын сделался искуплением. Или, объясняя это апостол, говорит теперь, искуплением я называю свидетельство, то есть его страдание. Ибо он пришел свидетельствовать об истине даже до смерти. Он открыл отца истинное учение и сам проводил истинно ангельскую жизнь. 1 Тимофей 2.7 Для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Толкование. К этому свидетельству я приставлен проповедником, чтобы проповедовать о нем, то есть о кресте и смерти Христа. И поставлен не просто проповедником, чтобы проповедовать в одном каком месте, но и апостолом, чтобы обходить всюду с проповедью. Подлинно великое звание апостола, поэтому он и называет себя так. Апостол убеждает в достоверности своих слов. Так как прочие апостолы не обнаруживали усердия к тому, отчасти потому, что боялись язычников, отчасти потому, что презирали их, то я, говорит, поистине избран быть учителем язычников. Ну, как они боятся? Вот у меня я сказал избран. Прям поднялись в интернете. Избран. А ты заряди слово избранное, церковь избранная. Если ты не избран, ну, много званых, а мало избранных, тогда что ты называешься верующим? Ты избран. Цени это звание, чтобы малейшая ложь к тебе не пристала. Смотри, опять в вере, не в силлогизмах, говорит, или логических доказательствах, но в вере. Потом, чтобы ты не подумал, что в этом заключается обман, он прибавил в истине, ибо не ложь то, что преподается и чему учат в вере. Напротив, преподается то в истине. Комментарий Игнатия Лапкина. Я поставлен проповедником. Поставлен? Ой, я представлен. Правильно считай. Чтобы проповедовать о нем, то есть о кресте и смерти Христа. Читайте строки болгарского архиепископа, толкователя священного писания. Мысленно перенесемся в первый век. Представим себе, что сегодняшних православных архиереев и священников направили на преддипломную практику к вселенскому проповеднику апостолу Павлу сроком на три года. Понимаете, вот Слово Божие, живые действия. Вдруг оно заговорило. Давай как? Ну вот я вижу это так. А писал кто-нибудь? Никто не писал об этом. Почему вы так говорите? А я не знаю, говорили, не говорили. Нигде нет этого. Но его надо живым сделать. Ну, живым это я там нахожусь. Я в этой общине. Мне это написал Павел. Зато он говорит, присваивай все. Не просто умер за грехи людей Христос, за меня умер. Этот крест для меня на голове стоял. Вот это надо помнить. Тогда ты будешь вернуть как надо. Отцы, преосвященные, что бы вы взяли с собой, имея опыт алтарного служения, прислуживания на богослужениях и даже имея сан. Потребовалось бы все это вам в первом, во втором или третьем путешествии с апостолом Павлом. Потребовалось бы вам? Потребовалось бы. В поездке с патриархом или архиереем все это потребовалось бы, потому что патриарху вы представлены были не проповедниками. Все архипастыри и пастыри это не простолюдины и простецы, а руководители, лидеры в своем обществе, на своей территории. Каждый лидер должен обладать минимум шестью качествами. Воображение, знание, умение, решительность, беспощадность, к разгильдяйству, привлекательность. Итак, вообразите, еще раз перечитав Деяния апостолов и послания Павла, как вы будете выглядеть со всем своим багажом перед ним. Апостол Павел о смысле своей деятельности скажет вам словами Феофилакта, «Я представлен проповедником, чтобы проповедовать о нем, то есть о кресте и смерти Христа». Эти же слова придется говорить каждому священнику, каждому архиепастырю, когда они вернутся после трехлетней апостольской командировки. Ваше преподобие, ваше преосвященство, напрягите ваше воображение, посмотрите на себя и свою деятельность глазами Феофилакта, мышлением Феофилакта. Не окажетесь ли вы людьми совершенно иной веры, не имеющей ничего общего с апостольской, заповеданной Христом? Вас сегодня так научили, и вы сегодня так усвоили, что вы представлены быть служителями алтаря, а не служителями слова, служителями литургии, но не служителями проповеди, служителями треб, но не служителями о благовестии. Апостол Павел не нуждался ни в каких суфринских предприятиях, ни в безбожной регистрации за множество уступок в духовной свободе, ни в одобрении мирских властей, ни тем более в том, чтобы свою религию сделать господствующей в государстве. Он четко и ясно выражает свою мысль. Я представлен проповедником, чтобы проповедовать о нем, то есть о кресте и смерти Христа. И поставлен не просто проповедником, чтобы проповедовать в одном каком месте, но и апостолом, чтобы обходить всюду с проповедью. Я в кавычки говорю, вот оттуда полностью повторяю. Если мы сегодня не вынесем сами себе приговор, что мы совершенно чужды евангельской веры и под разными увертками пренебрегаем шествовать за Христом и за апостолом Павлом и не вернемся к евангельскому служению, то участь наша будет далеко не такая, как у апостола Павла. Филиппийцам 1, 27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду услышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. 2 Тимофея 4, 8. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Кавычки открыты. Кавычки открыты. Уста Христовы словом воскрешали мертвых. Дочь Иаирову, сына вдовицы, четверодневного Лазаря, которые были мертвы телом, проповедующие же Слово Божие и учащие покаянию воскрешают души, умершие грехами. Святой Григорий Двоислов рассуждает об этом так. Проповедь Слова Божия действует с большей силой, чем молитва. Ибо большее чудо обратить грешного на путь покаяния Слово мучения, чем воскресить мертвого. То есть человек сбился, поражен ложью. Если ты его вернешь оттуда, то покроется множество грехов. И вы будете самыми-самыми близкими. При воскрешении мертвеца восстает плоть, которая снова умирает. А в воскресении грешника восстает душа и живет вечно. Если хочешь убедиться на деле, что сказанная истина, смотри, воскресил Бог Лазаря телесно. А что творил Лазарь по воскресении своем? Писание об этом умолчало. Воскресил Бог душу в Павле. И что сотворила душа Павла? Своим учением он пробудил многие силы. Святитель Дмитрий Ростовский. Вот кто говорит, кавычки закрыты. Что я сказал? Какое толкование? Я толковать ничего не толкую, я расширяю это. 1 Тимофей 2.8 И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Толкование. Как же Христос запрещает молиться на всяком месте? Так Он советует не делать этого на площадях, а повелевает выходить для молитвы в комнату. Матфея 6.6 Нет, Христос не запрещает молиться на всяком месте, а научает не делать этого из тщеславия на показ. Он напомнил только о комнате, подобно тому, как в изречении пусть левая рука твоя не знает, что делает правая Матфея 6.3. Он говорит не о руках, но указывает на чрезвычайную важность творить милостыню без тщеславия. Я буквально понимать буду, как он говорит не о руках здесь. Левая рука не знает правая. Ну, написано рука. Да не о руке речь-то идет. Что ты мудришь-то? Не о руках. О чем говорит? На чрезвычайную важность творить милостыню без тщеславия. Больше ничего здесь нету. Тут у тебя даже рук нету. И все равно это будет в силе. Поэтому и Павел желает, чтобы мужчины молились на всяком месте, так как Христос не запретил этого. Сказал же он это для противопоставления молитве иудейской. Ибо молитва совершалась у них в одном месте, то есть в храме Иерусалимском. А у нас не так. Благодать беспредельна. И как молится христианин за всех, так и на всяком месте. Не о месте молитвы должно рассуждать со всей тщательностью, а об образе ее, ибо он требует рук чистых от любостяжания, хищения, убийств, язв, рук полных милостыней, без гнева и сомнения, то есть без зла, памятства и возбуждения против брата своего. Апостол учит, чтобы молящийся молился без сомнения и колебания в мыслях, получит или не получит, чего просит. Как же это бывает? Отвечает, если ты не просишь ничего противного его воле, ничего недостойного царя, но просишь всего духовного с чистыми руками и без гнева. 1 Тимофея 2.9 Чтобы так же и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой толкованием. Вот говорят, я стал говорить, священник говорит, ну ладно, руки мужчины поднимают, а женщины почему поднимают у вас, у нас? Я говорю, а ты не читал, Агафья, все поднимали руки, все, ты же тебя святых-то признаешь, ну да, ну а почему не говоришь, а разве написано? Ну при чем тут я, если ты ничего не знаешь-то? Поп, толоконный лоб. Дальше, вот толкует, профилак, слушай. Толкование. Желая, чтобы и женщины без гнева и размышления воздевали чистые руки. Воздевали, и женщины, чтобы воздевали, без гнева только. Не оскверненные грабительством и корыстолюбием. О! Ибо когда жена принуждает своего мужа доставлять ей драгоценные камни и золотые украшения, а он похищает чужое, то и она, конечно, похищает. От женщин апостол требует чего-то большего, именно, одевать себя прилично, а не изысканно, потому что последнее считается неблагопристойным. Украшением называют такое платье, которое со всех сторон одевает и прикрывает, а не бесстыдно обнажает. Ну, посмотри на наших сестер, как одеваются они. Два платка. Люба, мило посмотреть. Куда бы ни вышло, везде по форме. Душа ликует. Ибо он прибавляет со стыдливостью и целомудрием. Да. Первое Тимофея 2.10 Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию, толковании. Ведь ты идешь молиться, а не плясать. Зачем же ты выдумываешь плетение волос на голове, завив локоны, драгоценные камни, одни перевесив, другими окружив себя со всех сторон, а третий пределов к обуви. Ох, да. Что это, как ни крайний позор? И это не через слезы ли бедных вдовы-сирот? Крайний позор, крайний. А то, говорит, вот у вас в комнате так, ну, мы православные, знаем, где позор. Ты лишаешь вдову бедной простой одежды, чтобы попирать ногами жемчуг. Выжели невелико ли еще долготерпение Божие? Ты пошла с намерением просить отпущения грехов, а украшаешь себя так, как будто выходишь на сцену. Ого, сравнение. Прекрасно, действительно сокрушение сердечное, и Бог без сомнения услышит тебя, обливающиеся слезами бедняков. Если же Павел запрещает то, что служит только признаком богатства, то еще более то, что относится к излишней суетности, как, например, натирание щек, подкрашивание глаз, изнеженный голос, влажный взгляд и прочее. Влажный взгляд. Волосы какие. Пожалуйста. Первое, Тимофея 2.11. Натирание щек. Интересно, мне говорят, у них я печку делал, у баптистов, а у них ребятишек 8. И девочка шла, снег падал, она зашла в избу, а платок красный. Ну, она зашла, и платком вот так утерлась. Ну, девчонка же, молоденькая, а мать пришла. Я говорю о Любе. Она, а что это у тебя щеки? А другие девчонки, она платком терлась. Она сразу же в печку бросит, Зина в печь, и сразу платок сожгла. Вот как надо поступать. В армии, рассказывает один, это старое время еще было, мне брат рассказывает, служил с ним. Познакомился с девушкой, и мы, говорит, ее видели, она приходила к нему в воинскую часть, это было. Хорошая девчонка-то. А он говорит, что придумал? А он говорит, сирота парень. Придумала, что говорит, брюки мужские носить. Я сказал, сейчас же выкинь, она выкинула. А другой, девчонка надела, брат, я говорю, ты возьми топор и разруби ее ровно-то на такие ленточки, чтобы половики соткать можно было-то. Он и друбил, все, больше ни разу не надели. Решительно противостать. Я могу называть их прямо, ну, они навсегда отстали. Дальше. 1 Тимофея 2.11 Жена доучится безмолвии, со всякой покорностью, толкование. Женщина должна соблюдать приличия не только во внешнем виде и одежде, но и в голосе. Она, по его словам, не должна говорить даже и о духовном, но должна только учиться. Должна только учиться. для нее будет лучше, если она будет хранить молчание. Все, на этом конец. Да, номер 90. залож дорога. Ого! Что за